Здраво! Уже совсем скоро состоится одно из главных событий для страны Чемпионат мира по футболу Который пройдет во многих городах России-матушки Несмотря на все эти угрозы и обижульки западных соседей Да, но какой ценой? Все это мероприятие серьезно отразилось на жизни россиян И всевозможных запретах А уж запретах-то наши власти знают толк Например, в целях безопасности в Санкт-Петербурге запретят гражданские беспилотники и прочие летающие устройства Однако на том же Чемпионате мира презентуют другие Отечественные беспилотные автобусы Ох, я даже не знаю, что из этого опаснее Модель разработана специально для безопасности наших высоких гостей Титановый корпус, она несокрушима Будут запрещены митинги и шествия Будут запрещены экскурсии, которые не связаны с посещениями спортивных мероприятий Кроме того, в 11 городах будет запрещено гражданское оружие Изготовление, продажа, ношение и, конечно, применение Но разве существует в мире оружие, которое могло бы ранить сильнее следующего запрета? Запрета на шашлыки Соответствующий документ подписал министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков Этот тип замахнулся на самое святое, что у нас есть Неизвестно, как отреагируют наши кавказские друзья на запрет этого допинга Но запрет коснется и сжигания мусора Разведения костров и сжигания травы Кстати, о последней Стало известно, что иностранные болельщики смогут проносить на стадионе наркотические вещества Если при себе будет иметься рецептик от врача Я оставил лекарство от глаукомы в самолете Что оставил? Ты про траву? Лекарственную марихуану пить Значит траву Зачем обязательно сгущать краски? Я не сгущаю краски А что касается иных видов лекарств, спиртосодержащих Власти тут приложили руку О планах ограничить продажу алкоголя Также заявили власти Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, Нижнего Новгорода и Волгограда Производители алкоголя, такие как Союз Российских Пивоваров Уже пишут письма с просьбой не делать этого Мол, это может привести к торговле опасным нелегальным алкоголем А для желающего выпить это не станет помехой Когда мне надо выпить? Я сам себе начальник А писать захотелось? Ты рядом умывальник И это не полный список запретов Хотя этого вполне хватает для массового недовольства россиян Многие говорят, мол, уж слишком много вольности гостям И невольности россиянам Не трогайте, это для гостей Мы и есть гости Ведь многие россияне отдают очень приличные деньги для того, чтобы попасть на матчи Вот и думай теперь Стоит ли оно того? Или по традиции остаться дома и посмотреть футбол перед телевизором? Это, конечно, если до чемпионата мира не ведут никаких ограничений На свет или размеры этих самых телевизоров До скорых встреч!